Барабанщик Ритм, грув, настроение музыки и музыкальность его. Барабаны все-таки музыкальные инструменты. Барабанщик делает хорошим музыкантом знание музыки. Когда говорят, спрашивают, ты знаком с музоном, вообще с музыкой? Это говорит вообще в общем. Не только поп, это и джаз, это и классика. У меня, например, классическое образование, я закончил Киевскую консерваторию и вообще все мое образование вообще не связано ни с джазом, ни с фанком, ни с роком, ни с чем. Барабанщик Поэтому барабанщик должен быть знаком, должен быть очень хорошо знаком с музыкой. Не важно, там, то-то, колд-трейн. Ну, конечно же, есть парни, которые сугубо проповедуют только джазовое направление, Мэйнстрим, так называемый, и они в этом очень многого успели. А есть барабанщики, которые владеют многими стилями, и я считаю, что они от этого только в плюсе. Все, будучи молодыми, хотят играть очень быстро и много сразу. Там, когда людям 16, 18, 20 лет, все наворачивают, но их не приглашают на работу, потому что они не умеют держать грув, и они не умеют аккомпанировать, и, собственно говоря, в коллективе это не работает, все разваливается. И со временем я научился получать удовольствие от того, как это работает на самом деле, играя простой рисунок. И теперь, вот смотришь, как играют мастера, великие мастера барабаны, там, Саймон Филлипс, Винни Калаюто, Денис Чемберс, Дайвекл, они играют грув, они играют эти три ноты, и ты не понимаешь, что тебя берет, почему это так завораживает. Это непросто. Хорошее чувство времени, мне кажется, наверное, это игра ваша под любимые записи. Помимо того, что вы укладываете ваши все упражнения, играя с метрономом, в самых неудобных темпах, есть удобные темпы, а есть темпы, в которых просто не хватает терпения высадить, но это работает, это реально откладывается в мышечной памяти, в подсознании. И вы, поиграв в неудобных темпах, потом быстрее играете, легче, это не проблема. Играя под записи, которые в основном-то сделаны, они записаны с кликом, в сетке ритмической, вы помимо того, что учтись играть ритмично, слушаете, насколько вы совпадаете с фонограммой, либо это минуса. В этом всем присутствует еще музыкальное настроение, что очень важно. Этот так называемый драйв, тот же грув, и вы просто это настроение создаете, либо не создаете. Есть момент врожденного чувства ритма, но все остальное это ваши часы, ваша работа над этим. И это, наверное, одно из самых важных аспектов вообще в игре на музыкальных инструментах, не только барабаны. Сколько ты в своей жизни записал на ноты, снимал ли ты известных драмеров, вообще музыку, записывал ли ты мелодии или какие-то ритмические штуки непонятные? Пока ты через это не пройдешь, не выслушаешь и не научишься это элементарно копировать, повторять и играть это так же, ты просто не разберешься в том, что делает, к примеру, Гейен Харрисон или тот же Калаюто, или Аарон Спирс, играя эти брейки через ногу. Когда я сижу за барабанами, мне очень трудно уделять время пэду и занятию на малом, рудиментами, потому что очень много соблазна рядом, поэтому я это все беру, вытягиваю за барабаном, сажусь перед зеркалом, включаю клик, вложу либо мешок с песком, занимаясь кистями, либо просто пэд и занимаюсь отдельно. Потом это так же самое, это могут быть ноги, играя упражнения и просто вся установка вместе. Это Гарри Честер. Его учебник и все учебники Гарри Чеффи. По этим книгам занимались много барабанщиков, о них говорит и Марка Миннеман, и Стив Смит, и Винни, и много-много. Очень, мне кажется, познавательное видео. Это Джим Чаппин. Вот эта дедуля, что касается постановки традиционного замка, отскока, мне кажется, таких больше нет. Мои любимые барабанщики Винни Калайута, Дэйв Векл, Стив Смит, Денис Чемберс, Гарри Нолак, Эрик Мур, Крис Колман, Рональд Бруннер, Герго Бурлай и Майк Митчелл. Саймон Филлипс, одиннадцатый. Вот это из серии молодых и немолодых. Они, мне кажется, очень музыкально, интересно и разнопланово вообще. Ребята, а, Аарон Спирс еще, да. Такие ребята, как Аарон, Эрик и Майк Митчелл, и Рональд, это парни, которые вообще в другую сторону потянули драминг. Ленарная игра, очень большая экспрессия, энергия, техника сумасшедшая, звукоизвлечение, наверное. Наверное, в основном мы сидим у нас в Украине и больше работаем с Руслан Балатов и Антон Довидянс или другие басисты в трио. Да, с Александром Пушным играем, вот он. Вот у Александра Пушного, Санечка, пожалуйста, мой золотой. Здравствуйте. Это он. Ребята, я вам скажу сказать, что это великолепный, просто фантастический бас-гитарист. Да. Гениаль. Вот с Сашей мы играем. К сожалению, барабаны достались. Это такое. Он, кстати, тоже играет на барабанах. Я тоже играл на барабанах. Когда он играет на барабанах, я вообще не вижу смысла, что он меня приглашает. Но у нас отличие в том, что я играю во сне, а он в живую. Всем привет, меня зовут Александр Муренко. Хочу пожелать всем терпения в ваших занятиях, хорошего музыкального вкуса и настроения в музыке. Занимайтесь. Редактор субтитров А.Семкин